Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Под прошлым роликом с обновлением мы набрали рекордное количество лайков. И с началом учебного года, с первым сентября, я хочу попросить каждого поставить лайк, чтобы у вас был самый крутой учебный год, чтобы были только пятерки. Просто поставь лайк, погнали! Сегодня мы будем ставить на этот хаммер собственные номера, и я очень надеюсь, что выпадут какие-нибудь крутые. И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательную игру МТА Провинция Онлайн. Но перед тем, как мы начнем, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видеоролика. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой видос, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое новое следующее видео. В общем, дорогие друзья, мой новый любименький хаммер, который я только недавно купил, нужно действительно поставить на учет. Потому что, сами понимаете, без номеров, как в реальной жизни, так и в игре, которая посвящена вообще реальной жизни, тоже нельзя ездить. Поэтому, в любом случае, каждому игроку необходимо, необходимо просто поставить тачку на учет и сделать ей номера. Потому что, просто, первые гаичники меня остановят и скажут, йоу, бро, что за дела? Мы понимаем, что у тебя тачка крутая, там, хаммер, все дела, но, ну, поедь, поставь себе номера. Это ж не так уж и сложно. И они будут действительно правы, потому что им нужно будет понять вообще. Может быть, ты, мало ли, вообще угнал этот автомобиль. Как я это буду доказывать? Это ж суматоха, там, пока покажу документы, пока то, пока все. Это ж действительно будет проблема, волокита, бла-бла-бла. И зачем над этим париться, если можно реально просто поставить на учет ее и все. Поэтому, сейчас мы так и сделаем. Мы отправляемся в мое местное, собственно говоря, место, где мы это будем делать. Реоги, БДД, ДПС. Там еще также у нас автошкола в одном и том же месте. И там мы будем, собственно говоря, это и делать, оформлять. А потом еще заедем в автомастерскую. Надо будет немножечко тонировочку подправить. Ну, навести небольшой косметический, такого-то ремонтик, так сказать. Точнее, ну, не косметический тюнинг, не ремонт. Потому что машина целая, я бы ничего в ней не ломал, ничего в ней не делал. Абсолютно и вообще. Но автомобиль действительно брутальный, огромный. И выглядит со стороны как автобус. В реальной жизни на некоторые тачки Хаммеры нужна категория С. Но вот тут, кстати, в МТА провинции это не потребовалось. И, кстати, ребята, надо следить за светофорами. Я вот сейчас что-то проморгал и штраф 1000 рублей получил. Вот зачем оно это надо? Поэтому нужно аккуратно. Вот, к примеру, сейчас если у нас красным горит светофор, нет. А у меня горит зеленым. Мы можем проезжать. А вообще, если красный, то лучше подождать и проехать чуть попозже, когда будет зеленый загориться. И тут так и нужно делать. Вот, у нас сейчас горит красный. Мы останавливаемся. А впереди нас уже вот автошкола. Вот буквально же через метр можно было, казалось бы, через светофор пролететь. Но нет, лучше подождать. Лучше подождать и тогда поехать. И вот тут мы с вами поворачиваем на тихосмотр и бла-бла-бла и прочие вот эти вот всякие движения. Все, бежим, бежим, прыгаем, летим в, собственно говоря, Реу ГАИ для постановки на учет, поставить номера. Все это делает прием документов. Все, мы на этот Иш Юпитер ставим номера. И нам выпадает АЕФ-417. Ну, в принципе, кстати, довольно-таки так четенько мне, честно говоря, нравится. Вполне. Конечно, можно было выбить и 5-5-5, и 6-6-6, и 7-7-7. Но вот выпали такие номера. Ну, в принципе-то, в принципе. Ну, ладно, пойдет. То есть, довольно-таки кайфово. Вот я от лючка вот просто балдею. Вот не знаю, этого Хэмера. Уф, такой лючок, что вот хочется вот прям реально открывать его, бензин заливать. Вот такой вот прикольный железный. Окей, ладненько. Теперь мы с вами сейчас поедем на наше место, где я обещал, на Реу ГАИ мы съездили. Теперь мы с вами едем в автосервис, где мы чуть-чуть примарафетим эту тачку. Эту красивую тачку, эту безумно клевую тачку. Так, давайте тогда так и сделаем. Заезжаем сюда и смотрим, что у нас вот есть. Да, тачка целая полностью. Если бы она была разбита, я бы даже не заехал, хотя ее ни разу не чинил. И давайте посмотрим. Мне вот, кстати, подписчики пишут перекрасить ее в какой-нибудь цвет крутой. Но, ребят, я вот считаю, что вот клевый цвет у меня, это тот, который сейчас есть, оранжевый. Вот оранжевый очень сильно подходит этой машине. Да, если я поставлю вот такой темно-зеленый, это тоже прикольно. Но, когда она имеет вот такой оранжевый цвет, это вот цвет, который ей нужен, это цвет этой тачки. Можно поставить хоть песочный, какой-то там, может, поярче еще. Но нет, вот который у меня есть, он идеально подходит этому автомобилю. Вот просто идеально. Далее, тонировку заднюю полусферу мы, собственно говоря, затонируем полностью. Вот таким вот образом. Переднюю часть трогать не будем, чтобы была возможность спокойно ездить. И фары мы сделаем ини. Я бы мог поставить желтый, но это будет колхоз. Это будет действительно колхоз. Зачем это надо? И тут нам еще предлагают антихром сделать вот такое вот. Но уже смотрится, как по мне, не очень. Можно и золотую, но стандарт это самый топ, как по мне. Колеса, 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 колеса. Тоже я считаю, что лучше оригинальных дисков ничего нету. Выдумывать даже ничего не нужно. То есть там какие-то волки ставить, это уже не то, не то, не то. Нужно оставлять стандартные диски. Максимум, что с ними сделать, это немножко темнее их вот прям вот такие вытемные, либо наоборот белые сделать. Ну вот, как по мне, кстати, темненькие вот такие вот будут поприкольнее смотреться. Так вот прям массивно, брутальненько. И наклейки на них, да нет, я считаю, что они нужны. Плюс остается так, как есть настройка. Пакет тюнинга, это все нам не нужно. И подвеску мы не трогаем. Ну максимум, что я пакет бы тюнинга. Ого, 650 тысяч, первый стоит. У меня даже столько с собой нету денежек. Вот это я понимаю. И номерные рамки, ну на них никто не будет обращать внимания. И все. То есть мы, в принципе, сделали вот эти вот пару аспектов, которые мне помогут сделать тачку. Да, вот это то, что нужно. То есть минимум вложений уже в этот хаммер. И поэтому, ребята, у меня будет к вам очень крутой и интересный вопрос. Почему вы до сих пор не играете в МТА Провинция Онлайн? Ведь это очень крутая и интересная игра на твой компьютер. Не обязательно иметь мощный ПК. Достаточно будет даже слабенького ноутбука. Просто переходи по ссылочке в описании и качай абсолютно бесплатную и очень крутую игру МТА Провинция. И ты обязательно кайфанешь, потому что она абсолютно бесплатная. В ней нет никакой либо рекламы. И ты можешь начать играть прямо сейчас. Поэтому обязательно переходи по ссылочке в описании и качай этот крутой и интересный, собственно говоря, проект, который действительно тебе понравится. Поэтому пока ты будешь думать, твой друг уже играет вместе со мной. А также, чтобы сразу же получить крутой бонус, для этого смотри, что тебе нужно сделать. Когда ты только зашел в игру, нужно нажать на буковку М английскую и у тебя откроется вот таким вот образом менюшка. Вот так. Нажал на буковку М, появилось всякое такое. И ты здесь переходишь в раздел реферальная система. С конца он будет четвертый. Нажимаешь вот сюда и вот тут в появившемся окне нужно ввести мой промокод личитоп. То есть вот этот промокодик личитоп нужно ввести во вкладку вот сюда. И ты с легкостью получишь крутой и очень интересный бонус. Поэтому пробуй сделать так же. Поэтому, дорогие друзья, в принципе, на этом все. Если вам ролик понравился, обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте пальчики вверх и пишите свои крутые комментарии. Ну а кодовое слово в этом ролике будут номера для Хаммера. Все, кто напишет слово номера для Хаммера, обязательно попадут в мое новое следующее видео. Ну а с вами был, как всегда, я, ваш любимый Ильич. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем до скорых встреч.